Учебный год 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 Курчиненко Виктория Руслановна, гимназия 271-я, Румянцева Валентина Николаевна, 271-я гимназия, Косачева Юлия Валерьевна, 399-я гимназия. Коллеги, мы очень рады были с вами сотрудничать и надеемся на продолжение работы в рамках проекта «Телешкола». О телешколе я скажу немножечко позже и еще подробнее о тех планах, которые в настоящий момент относительно этого проекта имеются в информационно-методическом центре. Ну а теперь перейдем непосредственно к нашим с вами планам на будущий учебный год. Ну и в рамках этого, естественно, будем говорить о телешколе в том числе. Уважаемые коллеги, впереди, видимо, все-таки не очень простой учебный год. Создавшиеся эпидемиологические ситуации в стране и в мире мы должны быть с вами готовы к новым реалиям. И вот в связи с этим мы будем с вами говорить о том, в каком формате в этом учебном году будет выстраиваться наше с вами взаимодействие. Непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров с учетом требований профессионального стандарта, федеральных государственных образовательных стандартов и приоритетных направлений развития системы образования остается нашей целью. Но при этом обращаю ваше внимание, что одна из задач инициировать профессиональный диалог учителей русского языка, подчеркиваю, в открытом информационно-образовательном пространстве, и активизировать применение учителями педагогических технологий деятельностного типа, обеспечивающих высокое качество образовательных результатов. В связи с этим, прощаю ваше внимание, на этот учебный год запланировано много мероприятий, основные из которых я провела сейчас на слайде. Мы уже провели вебинар для школ участников пилотного проекта по подготовке обучающихся к диагностическим работам по русскому языку в формате ВПР. Этот проект был запущен в первых числах сентября. Информационное письмо об этом в школы и председателям метод объединений мы посылали, получили большой отклик. Пилотный проект по подготовке к диагностическим работам по русскому языку осуществляется в рамках сотрудничества с цифровым образовательным центром «Я-класс». В этом проекте в настоящий момент принимают участие 12 образовательных учреждений нашего района. По итогам этого проекта мы планируем представить результаты, полученные в районе. И надо отметить, что сам по себе проект имеет выход на федеральный уровень, поэтому мы надеемся на дальнейшее долгое сотрудничество с «Я-класс». В октябре месяце, обратите, пожалуйста, внимание, мы планируем провести вебинар, где будем освещать результаты ОГЭ и ЕГЭ прошлого года. И те перспективы, которые перед нами открываются в свете последних, опять же, событий, относительно ОГЭ и ЕГЭ, которые планируются на конец этого учебного года. Помимо этого, планируется районная диагностическая работа по русскому языку в феврале-начале марта. Естественно, продолжается реализация проекта «Поколение 21 века». Итоговая конференция по результатам этого проекта традиционно проводится в нашем районе в апреле. И в конце учебного года информационный вебинар, где будут подведены все итоги нашей работы за учебный год. И сразу непосредственно давайте остановимся на проекте «Поколение 21 века». 16 сентября, буквально послезавтра, стартует Всероссийская Олимпиада школьников по русскому языку. Школьный этап будет проведен в среду, еще раз повторюсь, 16 сентября. До 10 утра будут присланы задания. Отчет о проведении школьного этапа необходимо будет представить в информационно-методический центр 21 сентября. Обращаю ваше внимание, что посещение информационно-методического центра в соответствии с приказом директора информационно-методического центра осуществляется по предварительной записи педагогами района. Поэтому прием отчетов 21 сентября будет организован через самозапись в гугл-документах. Методические рекомендации по проведению школьного этапа, по подготовке отчетности на 21 сентября отправлены в школы заблаговременно. Методические рекомендации с процессом организации самого школьного этапа на базе образовательного учреждения уже размещены на сайте информационно-методического центра. Поэтому не только администрация школы, но и каждый учитель может, выйдя на сайт информационно-методического центра, просмотреть методические рекомендации по школьному этапу. Обращаю ваше внимание, что школьный тур Олимпиады проводится сейчас в сентябре. Относительно районного и регионального туров в моей таблице сейчас на слайде стоят знаки вопроса. Это сделано не случайно. Дело в том, что пока мы не имеем соответствующих документов, где было четко определено, в какой день будет проводиться районный этап в городе и, соответственно, на какие даты назначен региональный тур. Поэтому в таблице обозначен ноябрь для районного тура, региональный тур, январь-февраль. Но это периоды, которые были обозначены в прошлом, позапрошлом годах. По аналогии с ними я обозначила их и сейчас, но поставила под знаком вопроса именно потому, что мы ждем четких указаний на эту тему. Как только документы поступят, дату проведения районного этапа и периоды проведения региональных туров будут освещены обязательно. Теперь об особенностях проведения школьного этапа. В этом году школьный этап проводится с некоторыми изменениями. Это коснулось абсолютно всех предметных областей, в том числе и русского языка. В школьном этапе традиционно принимают участие обучающиеся четвертых, одиннадцатых классов. Я повторяюсь, я еще раз обращаю ваше внимание, что говорю я сейчас только о русском языке. Это в русском языке принимают участие обучающиеся четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого классов. Конкурс проводится для каждой учебной параллели отдельно. В этом году для школьного этапа подготовлены задания для каждой учебной параллели отдельно. Обратите внимание, я только что перечислила восемь учебных параллелей. Соответственно, восемь отдельно созданных заданий будет прислано на школу. Для четвертого класса отдельно, для пятого класса отдельно, для шестого класса отдельно и так по возрастающей. Сокращено время проведения школьного этапа по русскому языку. Нам было рекомендовано отводить на выполнение заданий школьного этапа не более 45 минут. Поэтому вы увидите, что задания для каждой параллели существенно сокращены, но при этом распределяются они следующим образом. В четвертом классе предлагается пять заданий. В пятом классе пять заданий. В шестом классе пять заданий. Седьмой класс шесть заданий. Восьмой класс шесть заданий. Девятый класс семь заданий. Десятый класс – 7 заданий. Одиннадцатый класс – 7 заданий. Это не значит, что за эти 45 минут обучающиеся должны выполнить весь пакет предложенных им заданий. В классах, где учатся уже ребята достаточно взрослые, мы специально увеличили количество заданий с учетом того, что на Олимпиаду выходят обучающиеся уже хорошо подготовленные. И иной раз 5-6 заданий за 45 минут для них даже мало. Поэтому мы намеренно в старших классах увеличили количество заданий до 7. Но при этом, при всем, обращаю ваше внимание, что задания олимпиадные в этом году достаточно непростые. Сделали мы это опять же намеренно. С учетом того, что Олимпиада – это соревнование сильнейших. Это не задание районного этапа, однозначно. Это задание школьного этапа. Районный этап предполагает быть еще на уровень сложнее. Но при этом это задание для людей, увлекающихся филологией и языкознанием. Обращаю ваше внимание, что время начала Олимпиады школьного этапа устанавливается администрацией образовательного учреждения. После учебного процесса и не ранее 14.00. Теперь, что тоже немаловажно, работа обучающихся 9-11 классов, набравших 25 и более баллов, в день сдачи отчетов по школьному этапу должны быть предоставлены в ММЦ для перепроверки. Вот на этом этапе я остановлюсь и подчеркну, коллеги, что в прошлом году и в этом году мы планируем повторить эту стратегию. Те образовательные учреждения, которые заявляют, что их обучающиеся набрали более половины и больше баллов за выполненные задания, но не предоставившие нам эти работы для перепроверки выбывают из общего рейтинга участвующих в школьном этапе. Прошу это учесть и не забыть предоставить нам работы для перепроверки. Перепроверка школьного этапа будет осуществляться на базе информационно-методического центра, предметной комиссии школьного этапа и предметным жюри школьного этапа будут подведены итоги этого раздела Олимпиады. Сейчас в настоящий момент сформировано жюри в расширенном составе для проведения районного этапа. Сделано это намеренно, потому что районный этап будет иметь некоторые нюансы, которые я сейчас озвучивать не буду. Нам сначала нужно с вами преодолеть школьный этап в создавшихся условиях, но при этом районный этап будет иметь некоторые нюансы в организации. Мы готовимся к этому. На эту минуту прием заявок, прием кандидатур для участия в расширенном жюри районного этапа Олимпиады по русскому языку прекращен. Таблица закрыта. Состав жюри утвержден. И в ближайшие дни, я думаю, что мы, наверное, это сделаем завтра после подписания приказа директором МЦ, мы, так сказать, огласим весь список. В конце учебного года планируется проведение районной научно-практической конференции старшеклассников «Новые имена». Обращаю ваше внимание, что конференция традиционно имеет три этапа. В феврале мы планируем запустить заочный этап, когда ребята готовят работы научно-практического характера, исследовательского характера и представляют их на предметных секциях. Каким образом будут организованы в этот период, так сказать, прослушивания на предметной секции, будет видно, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая на тот момент сложится. Но проведение самой конференции «Новые имена» в онлайн-режиме уже происходило. В апреле прошлого учебного года вы, безусловно, имели счастье, так сказать, наблюдать даже в онлайн-режиме проведения этой конференции. И до сих пор видеозаписи сохраняются на сайте МЦ. Можно еще раз это еще раз посмотреть. Я думаю, что примерно в таком ракурсе нужно ориентироваться на проведение этой конференции и в этом учебном году. Конкурс «Русский медвежонок. Языкознание для всех». Традиционно конкурс проводился осенью. В этом учебном году проведение конкурса перенесено на 3 марта 2021 года. Напоминаю, что участвовать в игре-конкурсе могут школьники со 2 по 11 класс включительно, без предварительного отбора. Игра проходит по 5 возрастным группам. Участие в этом конкурсе платное. Необходим курс взнос. Обращаю ваше внимание. Информационно-методический центр продолжает сотрудничество с высшей школой экономики. Олимпиада «Высшая проба» в этом году будет проведена. На слайде сейчас примерные даты проведения всех этапов. Первый отборочный этап традиционно проводится онлайн. Второй заключительный этап в прошлом году проводился в кампусе высшей школы экономики на Кантемировской, дом 3. В этом году место проведения вероятно будет перенесено в онлайн-режим. Но в настоящий момент этот вопрос еще обсуждается. Завтра представители информационно-методического центра встречаются с представителями высшей школы экономики, где как раз будет решаться этот вопрос. Поэтому мне остается только озвучить, что да, Олимпиада «Высшая проба» будет проводиться. В ней имеет смысл участвовать тем, кто планирует поступать в высшую школу экономики. И на сайте высшей школы экономики и на сайте информационно-методического центра как только будет принято решение, весь алгоритм участия в этой Олимпиаде будет представлен. Теперь о профессиональных конкурсах. В октябре месяце традиционно проводятся два конкурса «Учитель года» и «Педагогические надежды». Во втором полугодии конкурс «Петербургский урок». И в апреле месяце конкурс «Педагогического мастерства» «Время профессионалов». Мы надеемся, что все из перечисленных профессиональных конкурсов пройдут, так сказать, без каких-либо изменений. Единственное, какие изменения возможны, это представление в видеорежиме или через онлайн-трансляцию тех или иных материалов в зависимости от условий конкурса. Ну, теперь, наверное, еще один из наиболее важных моментов, которые предстоит нам с вами, так сказать, прожить в ближайшее время. Начинаются всероссийские проверочные работы. ВПР по русскому языку, как и по другим предметам, проводятся по индивидуальному графику образовательных учреждений. Касательно русского языка. Русский язык в нашем районе начинают писать в формате ВПР с 21 числа и заканчивают 14 октября. Поэтому каждая школа пишет в своем режиме. Здесь именно в связи с тем, что сложилась такая непростая ситуация, когда пишут не в один день, когда у каждого образовательного учреждения свой график, когда, так сказать, фактически несколько месяцев дети находились на дистанционном обучении, а потом, так сказать, длительное лето. Учитывая это все, мы как раз и начали проект с Я-классом по подготовке к ВПР, потому что мы понимали, что каждый из учителей сейчас попадает в достаточно сложную ситуацию. Напомню, что всероссийские проверочные работы в начале учебного года проводятся по материалам прошлого учебного года. Наш проект с Я-классом нацелен на подготовку к ВПР по русскому языку семиклассников на базе материалов шестого класса. На самом деле, каждый учебный параллель в этом году пишет ВПР по русскому языку на материалах прошлого учебного года. Таким образом, проверяется степень обученности за предыдущий период. Если говорить о региональных диагностических работах по русскому языку, то здесь ситуация складывается следующим образом. Региональную диагностическую работу по русскому языку пишут десятые классы. Периоды разделены на два этапа. Обратите внимание на слайде. 2 октября в РДР по русскому языку участвуют школы с номерами от 54 до 352. То есть 54-я, или 352-я. 8 октября вторая волна, когда участвуют образовательные учреждения с номерами от 369 до 590. И здесь я обращаю ваше внимание, что в первую и вторую волну будут даны разные задания. То есть абсолютно разные варианты. Поэтому те варианты, которые будут участвовать в РДР в качестве заданий 2 октября, уже будут исключены из базы накануне следующей волны, которая пройдет 8 октября. Региональный центр оценки качества предоставил нам отчет по результатам ВПР и РДР прошлого года. И сейчас намеренно я на слайде указываю номера школ, которые фигурируют в этом отчете как образовательная организация с низкими результатами. Это школы 289-414-352. Особое внимание уделяется школе экономики и права в этом отчете. Школа экономики и права в этом году будет подвергнута независимой проверке, в частности, по русскому языку. Всероссийские проверочные работы с 5-го по 8-й класс включительно будут проверяться независимыми экспертами. То есть сам, сама, заговариваюсь, всероссийская проверочная работа, проводимая на базе школы экономики и права, будет осуществлена при наличии наблюдателей и по окончании работы все работы обучающихся будут подвергнуты независимой проверке вне здания школы. Теперь обращаю ваше внимание в связи с предыдущим слайдом, с какими методическими объединениями мы планируем в этом году сотрудничать в смысле оказания методической помощи. 54 образовательное учреждение, 289 школа, 352, 385, 414 школа экономики и права. Хотелось бы в завершении сказать, что в целях подготовки педагогов к аттестации даже в создавшихся сложных условиях продолжает сохраняться режим открытых уроков. Правда, мы не можем уже с вами совместно посещать эти уроки так, чтобы, так сказать, воочию видеть этот урок, сидя в классе. Но при этом момент диссеминации опыта, безусловно, остается. Мы будем предоставлять вам возможность наблюдать за уроком в онлайн-режиме, в режиме видеозаписи урока. Но я подчеркиваю, что если учителю необходимо провести открытый урок в целях подготовки к аттестации, то это сделать возможно. Единственное, что необходим, конечно, запрос образовательного учреждения на приход методиста на урок. Поэтому я прошу это учесть и использовать этот момент, когда вы готовитесь к аттестации. Обращаю ваше внимание, что продолжает свою работу районный проект «Телешкола». И в этом смысле этот проект может быть полезен и при организации дистанционных дистанционного формата работы при организации надумного обучения и в качестве диссеминации опыта между педагогами. Мне бы хотелось учесть, что каждый обратить ваше внимание, что каждый учитель, который предоставил нам видеозапись урока, видеозапись естественно прошла экспертный отбор. И в случае, если эта видеозапись урока была опубликована в проекте «Телешкола», то каждый из учителей-авторов этой видеозаписи этого урока получил документ об открытом уроке, потому что по сути это и есть та самая диссеминация опыта для широкопедагогической общественности. Индивидуальная консультация для педагогов проводится методистами информационно-методического центра. Единственная корректировка, которая внесена, еще раз повторюсь, я уже сегодня об этом говорила, единственная корректировка, которая внесена в режим посещения информационно-методического центра заключается в том, что на индивидуальную консультацию к методисту необходимо записываться. Я должна сказать, что буквально в первых числах сентября председателем метода объединений мною была отправлена ссылка для записи на индивидуальные консультации в сентябре месяце. В таком режиме мы будем с вами работать в ближайшее полугодие, поэтому если вы планируете получить индивидуальную консультацию, то подчеркну, ее можно получить как в онлайн режиме, так и в режиме реального времени, придя после предварительной записи на консультацию в информационно-методическом. Коллеги, я очень благодарна вам за внимание. Я надеюсь, что та информация, которую я сегодня представила, немножечко обрисовала вам грядущие мероприятия. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вера Ивановна, я слушаю вас. Елена Петровна, когда я списала график диагностических работ, там было обозначено ООО 2 октября 54, там 352 и 8 октября 359-590. Вот наш лице искусств, какой график входит в наше учреждение? Еще сейчас мы вернемся на этот слайд, чтобы было понятно. Это не был график, сейчас я вам покажу. Не график, а вот записание, можно так сказать. Вот это я имею в виду, Вера Ивановна? Да, вот это. Так, теперь поняла, о чем вы спрашиваете. Вера Ивановна, я, если позволите, у Людмилы Александровны уточню. Хорошо. У Людмилы Александровны Исаковой. Лицей искусств, да, и школа экономики и права, и международная школа. Правильно, вот вы вопрос-то мне задали. Я вот это не учла. В какой из этих периодов входит, да? Будете ли вы писать в октябре или вы будете писать 8 октября? Я уточню. И буквально после нашего вебинара в течение получаса, Вера Ивановна, вам перезвоню и сообщу. У меня еще вопрос. Еще вопрос, Елена Петровна, можно? Конечно, конечно, Вера Ивановна. Вопрос такой. У нас всегда на районный этап выходили учащиеся с седьмого класса. В этом году то же самое, да? Пятые, шестые остаются в школе. Да, абсолютно верно. Значит, у нас в школьном этапе участвуют с четвертого по одиннадцатый, в районном этапе участвуют с седьмого по одиннадцатый, а в региональном этапе уже участвуют с девятого по одиннадцатый. Почему, собственно говоря, мы хотим увидеть работу с девятого по одиннадцатый для перепроверки, потому что нам на школьном этапе, это не секрет, я ежегодно это повторяю, на районном этапе наша задача найти сильнейшую. Поэтому мы будем рады, если обучающиеся старшеклассники, так сказать, с успехом справятся с теми заданиями, которые мы в этом году предлагаем, но при этом мы бы хотели бы убедиться, что это действительно так. Спасибо, Елена Петровна. Здорово. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, коллеги, если вопросов нет, я буду рада ответить на вопросы, если они появятся и в индивидуальном порядке. В любом случае, я всегда на связи по электронной почте, если возникнут какие-то мысли, идеи, так сказать, пожалуйста, пишите. Записывайтесь на индивидуальные консультации, если это необходимо. Получить благодарственные письма, о которых я в самом начале нашего вебинара говорила, можно в индивидуальном порядке, можно через заместителей директоров по учебной работе, поэтому здесь, конечно, просто вам нужно понимать, что документы готовы, лежат, вас ждут в любое удобное для вас время. Пожалуйста, связывайтесь, будем договариваться, каким образом вам их получить, потому что если аттестация не за горами, то, конечно, мы понимаем, что каждый документ имеет значение. Коллеги, желаю вам успешного продолжения первой четверти, сил, не падайте духом. Если мы пережили дистант апреля и мая, значит, нам уже вообще ничего не страшно, мы сильные, ну, а раз сильные, значит, все у нас будет хорошо. Коллеги, желаю вам успехов, сегодня уже конец рабочего дня, отдыхайте, а завтра снова в бой. Всего доброго.